С нынешнего года вступили в силу изменения в налоговом кодексе, устанавливающий новый размер социальных налоговых вычетов. Уплачивающие НДФЛ россияне смогут вернуть больше средств за лечение, обучение и занятие спортом. Эти виды материальной поддержки весьма востребованы. В каком объеме, расскажем в следующем материале выпуска. Социальный налоговый вычет — это возврат части суммы, потраченной на лечение, образование, спорт и некоторые другие расходы. Вернуть можно до 13%, но в пределах установлены суммы расходов. В 2023 году это 120 тысяч рублей. Если налогоплательщик потратит эту сумму, то сможет вернуть до 15 600 рублей. В 2024 году размер вычетов увеличится. С 1 января установлены новые суммы для социальных налоговых вычетов. С 2024 года этот вычет увеличился до 150 тысяч рублей. То есть по итогам 2024 года можно уже будет претендовать на максимальный вычет на 150 тысяч рублей. То есть в 2025 году мы будем ждать декларации, где налогоплательщики будут заявлять уже вычет в 150 тысяч рублей. Максимальный размер уже использовать. С нового года жители Тверского региона могут вернуть 19 500 рублей. Больше чем в два раза увеличен и социальный налоговый вычет на обучение детей и подопечных при условии очной формы обучения. Если ваш ребенок учится, максимально каждый родитель имел право с 50 тысяч рублей получить только 6 500 рублей. С 2024 года увеличился размер до 110 тысяч рублей. Это значит, что теперь будет возвращаться до 14 300 рублей. Важно также сохраняется социальный налоговый вычет за дорогостоящее лечение, размер которого ограничен только уплаченным НДФЛ. Его можно заявлять в полной сумме понесенных затрат. Все вычеты, кроме имущественного, имеют срок давности 3 года. Например, в 2024 можно вернуть налог по расходам за 2023, 2022 и 2021 год.